Вход с собаками разрешен. По таким девизам в музее городской скульптуры прошла выставка «Мартовский пес», в рамках которой состоялось и модное дефиле. Да-да, собачья мода ни в чем не уступает человеческой. На Первом канале включение из Петербурга. Доброе утро. Оригинальный эксперимент на выставке провела петербургская художница Ольга Растроста. Яркие шарфики, сделанные в технике вязания деревенских половиков, наделаны на собак. А те, в свою очередь, организовали дефиле на подиуме. Вообще, из этого материала художница создает различные скульптуры. И эксперимент явно понравился четвероногим. Мой модный приговор – люди, учитесь у собак. Всему. И грациозности, и красоте, и любви, и верности. Не так уж редко на улице города можно встретить собаку, одетую по последней моде. Многие просто балуют своего питомца, ведь он тоже член семьи. И большинство разодетых – йоркширские терьеры. Владельцы даже объединяются в сообщество. Вместе гуляют с собаками, общаются о собачьей моде. Нам нравится, когда питомец выглядит хорошо, говорят они. И это первое предназначение – модная одежда для собак. Второе, не менее важное – это одежда для того, чтобы с собаке было не холодно. Йорк. Ну, потому что, наверное, интересно, да, создавать ему какие-то образы. У него очень много всяких разнообразных стрижек. Ему можно завязывать красивые бантики. Наверное, тоже все-таки одевать, потому что, ну, как-то вот сделать собачку индивидуальной. Ассортимент собачьей одежды весьма и весьма широк. Начиная от спортивных костюмчиков и до вечерней одежды от кутюр. Все зависит от того, сколько вы готовы потратить. Любители красивых аксессуаров могут вздохнуть спокойно. При желании собаку можно одеть так, что хоть на обложку журнала. Воротник собачьей рубашки может быть украшен кружевами. На одежде будет красоваться вышивка со стразами. А собачью голову может гордо венчать оригинальной шляпкой. Иными словами, наряд пса ограничен только кошельком и фантазией его владельца. Цены различные. Если брать среднюю цену, то примерно тысяча-полторы. То есть, в принципе, девушки, которые могут позволить себе такого рода собачку, которые мы знаем, сколько они стоят, они еще бывают разные, породистые, непородистые, поэтому они приходят, и они совершенно спокойно покупают. Конечно, есть подороже, и такие люди тоже находятся. Но мы стараемся соответствовать всем слоям населения, поэтому выбор есть. Фактически все, что существует для людей, имеет аналог для собак. Разве что перчаток ждать не приходится. Зато собаки могут безостенчиво носить ошейники, на зависть редким любителям этого атрибута среди людей. И так в ход идет все. Тапочки, носки, шапки, банданы, майки, платья, диадему, кулоны, браслеты. Стили также многообразны, как и собаки. Это может быть суровый милитари, небрежный панк или гламур. В этом сезоне очень модны будут яркие цвета. Это лайм, лимон. Очень модно, как ни странно, возвращается милитари в хаки цветах. Очень модно коралловый цвет. Очень модное присутствие металла. Обязательно наличие натуральных тканей. Очень модный шелк, шелковые подкладочки. Это также удобно животным. Примерно так же, как у взрослых людей, так же у маленьких собачек. Ветеринары же видят в собачьей моде практичность. И даже призывают учить собак носить обувь и комбинезоны, закрывающие живот. Такая одежда защищает питомцев от реагентов, которыми посыпают городские улицы. Никто не говорит, что собаки должны быть сшиты из брезента. Они могут быть и со стразами, и с бантиками. Но вещь должна быть удобна собаке. То есть просто так одевать платьице, потешить свое самолюбие, вот у меня красивая собачка в дорогом платье, для собак это не нужно. То есть собака вечно нужна для того, чтобы только защитить ее шерсть от какого-то воздействия. Каждая девушка старается прежде всего быть стройной и красивой. А одежда – это только дополнение. То же самое и с собаками. Очень важно за ними правильно ухаживать. Причесывать, ходить в парикмахерскую, ухаживать за шерстью. В последнее время в городе появились даже специальные салоны красоты. Все стрижки разные, все они интересные по-своему. Кто-то стрижет вообще на лысо собачек, кто-то стрижет какие-то определенные свои фантазийные стрижечки. Поэтому все разные. Кто-то под ольвенка, кто под барашка. Поэтому все стрижки разные. В целом ничего плохого в собачьей моде нет. Важно лишь помнить, что собака – это не кукла. И ее одежда в первую очередь должна быть удобной. И только потом все остальное. Игорь Цижонов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев и Валентина Коворушкина. Первый канал. Петербург. Первый канал. Первый канал.